Всем приветик, всем доброе утречко, всем хорошего дня! Я говорю на будущее, потому что день сегодня будет отличный. Кирюшка в школе, я тут с Мишкой сижу, и знаете, что я заказала? Я заказала... О боже, как у Z-Box! Вот, мы с Кирюшкой уже открывали U-Box, честно говоря, мне не очень понравились их внутренности. В этот раз я заказала Z-Box, я надеюсь, что он будет прикольный. И интересный. Но заказала, опять же-таки, его не для кирного возраста, потому что они для кирного возраста ложат туда, ну, какие-то безделушки совсем неинтересные. Я заказала 10-13 лет. Я надеюсь, что там будет что-то намного интереснее и намного прикольнее. Посылку мне обещали привезти в четверг, а я вот не подумала, что в четверг они могут привезти во второй половине дня. И что мы можем быть на английском. Я надеюсь, что привезут посылку пораньше, до того, как мы поедем на английский. Вот, так что ждем-ждем-ждем посылочку. Уж очень-очень сильно хочется поскорее ее получить, распечатать и посмотреть, какие же там сюрпризы. Скажите, вы любите открывать какие-то сюрпризы, которые вы не знаете, что будет внутри? То есть, абсолютно для вас неизведанная вещь. Я обожаю. Это что-то наподобие киндер-сюрприза. Попадется тебе что-то интересное или что-то неинтересное. Ну, лучше, чтобы всегда попадалось интересное. Потому что каждый сюрприз, он должен радовать, а не разочаровывать. Бывает, иногда купишь киндер, думаешь, ой, там сейчас что-то такое интересное, а там пазл. Ну, так обидно становится. Поэтому я желаю, чтобы у всех у вас все сюрпризы, которые вы получали, они были самые желанные, самые прикольные и вас радовали. А я... А что я? А я ничего. Я буду собираться потихоньку за Кирой, потому что уже через час ее забирать. На самом деле, сегодня время пролетело безумно быстро. Раз, два, три, четыре и уже на самом деле час дня. У Кири сегодня шесть уроков, поэтому я ее буду забирать в два. Все. Встретимся, когда я уже заберу Кирюшку, потому что... Потому что я буду... А что я буду делать? Не знаю. Ну, мне просто нечего больше рассказать. Ребят, кстати, хотела узнать. Хотите трансляцию прямую? Пишите, пожалуйста, в комментариях, когда вам удобнее, чтобы мы с Кирочкой проводили прямые трансляции. Чтобы это было вечером, чтобы это было запланировано, чтобы вы были готовы. Или чтобы это было неожиданно, так как у нас всегда это получается спонтанно. С Кирюшей говорим. Кирочка, давай сделаем прямую трансляцию, делать нечего. Давай, мам. И делаем. Так вот, напишите, пожалуйста, как вам будет удобнее смотреть? По вечерам? В какое время? И хотите ли вы, чтобы она была запланированная? Или чтобы она была неожиданная? Так что жду ваших комментариев, а я собираюсь за Кирой. Собралась я уже выходить. И знаете, что я нашла? Кире вчера по украинскому языку задали сделать конверт. Они сегодня должны были учиться, как этот конверт заполнять. То есть, как писать, куда адресата, куда получателя. И что я нашла? Этот конверт вот здесь вот. Почему он дома, я не могу понять. Может быть, она сделала другой конверт и понесла в школу. Ну, я не знаю, она вчера столько всего делала. Ей вчера нужен был проект по природоведению, сделать конверт, сделать кучу уроков. И не могу понять, каким образом этот конверт оказался здесь. Ну, вот всегда так. Вот это или невнимательность, или я не знаю, что узнаю у неё, когда заберу её со школы. Почему так получилось? И опять же таки, не принесёт она эту штуку, но поставит ей плохую оценку. И что самое главное, обидно, что сделала, сделала, но не взяла. И ещё, что самое интересное, она этот конверт положила вот сюда, по какой-то причине. Я даже не знаю, по какой причине она его положила сюда. И получается так, или она сделала новый, или она этот положила, чтобы потом взять и забыла. В общем, не знаю. Ладно, всё, я уже как раз выхожу. Так что идёмте, заберём Киру. У меня там уже пальто лежит, готовое к тому, чтобы я его одевала. А-а-а, забыла главную вещь сказать. У нас же завтра в школе родительское собрание. И это родительское собрание должно быть по типу карнавала. То есть родители должны прийти в каких-то костюмах. Я уже узнавала по этому поводу родителей. Родители сказали, что никто в костюмах не придёт. Но сегодня нужно будет этот вопрос уточнить. Потому что, возможно, кто-то передумает и придёт в костюме. Ну, в общем, буду уточнять. Но я скажу так, что я в костюме точно не приду. Во-первых, у меня есть только костюм ведьмы. Я могу в этом костюме прийти с Хэллоуина, то, что у меня остался. И больше у меня никаких костюмов нет. Забрала Кирюшку со школы. И она уже лезет бегом в пакет узнать, что же я ей купила. Купила её любимую пюрешку. Чудо-чадо. Ну, правда, она Гербер любит больше. Но я и решила попробовать эту. Ну, и, конечно же, Крюассан. Большое-большое спасибо. И сейчас Кира расскажет, что же произошло с конвертом. Каким образом он оказался дома. А кто же все хотят узнать? Ну, я его просто забыла. Я его положила и забыла в рюдок положить. И справилась без него? Угу. Каким образом? Мне мальчик дал. Спасибо сказала ему. Угу. Научилась конверты подписывать? Угу. Внимательной теперь будешь? Ага. 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 Ну, конечно, Гербер вкуснее. Вкуснее, да? Угу. Это не такая вкусная? Ну, и это подешевле, на самом деле. Да. То-то питание стоит почти 30 гривен, а это стоит 15 гривен. Ну, ладно, в следующий раз буду покупать тебе то, что вкуснее. Все, мы тогда сейчас обедаем и собираемся на English. Угу. Ну что, делаешь уроки? Да. Я пока готовлю кушать. Кирочка решила сделать уроки, потому что нам через два часика выезжать. Что там у тебя такое? Девяточка. Ну. Кира сегодня по проекту получила 9, потому что из ее группы она единственное сделала задание. И снизили оценку за всю группу. Ну, так бывает. Не переживай, не страшно. Не только за всю группу, а потому что мальчик еще папку не принес. Еще и папку не принес. В следующий раз этого мальчика мы не ставим за главного. Теперь будем знать, что он несерьезный. Его главным ставить не будем. Так, круассан ложи, пожалуйста, на стол. Потому что сейчас мы будем обедать, Кира. А после круассана ты потом ничего кушать не захочешь. Давай. Все, не расстраивайся и давай сделаем уроки. Что у нас там? Математика, украинский, та-да-та-ра-та-ра-та. Боже. Приступаем. Мы уже полностью готовы выходить. Ну, в общем, как всегда, когда надо выходить, начинаются находиться какие-то вещи, которые ты забыл сделать или нужно срочно сделать, или еще что-то. В общем, Кира вот сейчас бегает по квартире, пытается то найти, то собрать, то положить. Мама, это сделай. Я побежала туда, я сделала то, я сделала все. В общем, вау. Когда выходить, это вечная-вечная проблема. Поэтому все, мы уже собираемся, потому что мы сегодня с Кирочкой едем своим ходом. Я, Кирюшка, тебе сказала, что резинка у тебя на точилке. Кирюшка, ты знала? У тебя на точилке резинка есть, на самой точилке. В смысле? Ну, вот так вот. Вот достань свой пенал сейчас. В маленьком, в большом. Ну, где в большом же пенале? Ой, в карванчике у тебя пенал. Ну, открывай. Точилку бери. И вот резинка. А ты не знала, да? Век живи, век учись. Собирайся, малыш. Ехать будем. Чудо мое. Все, давай, бегом, 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 бегом. И вылетаем. Ой, ребята, мы уже вышли. На самом деле, так сегодня как-то темно очень сильно. Я думаю, что когда мы будем возвращаться обратно, вообще уже ничего не будет видно. Так что мы с Кирюшкой с вами попрощаемся. Пока. Да, будем идти заниматься. И на сегодня уже всем пока. Ведь это осенья день. Простой никакой. Самый обычный. Так что всем пока-пока. Пока-пока.